Как работает наш глаз? Я смотрю на вас, а вы на меня. И я вижу не просто вот так, что вы движетесь, а глаз он делает как будто 24 фотографии в секунду. И глаз он делает 24 фотографии в секунду. Они видят на месте углубления, они называются «сакады». На этом подстроен, вы наверняка все знаете, этот 25 кадр. Это 24 кадра в секунду делает глаз. Если я на пленке или в телевизоре добавлю 25 кадр, ты его видишь. Ты не будешь в секунду. Я тоже. Если у нас 25 кадр, ты не можешь смотреть. Ну, но твои головы останутся. Но если вы не сможете, то это не будет. Люди сделали такой эксперимент. Они показывали фильм. И Мартик по-ручу. Кино и в Суисто. И в 25 кадре он делал рекламу «Кока-Кол». И в Америке он делал. И в Америке он делал это. Это 24 кадра. Система 24 кадра работает вот так, 24 кадра и 24 сакады, твой глаз 24 раза работает. Это значит, что каждый раз ты видишь застывший кадр. И получается такой замороженный взгляд. Вот он гипнотизирует. Дело в том, что когда люди стали измерять, как много энергии расходует мозг смотря вот эти вещи, как много энергии расходят энергии, чем когда человек спит. Так никто не смотрит не будет. Так никто не смотрит не будет. Поэтому надо что-то добавить. А теперь что-то добавить. А теперь что-то добавить. Фильмы «Насилие», например. Абаганутия. Абаганутия. Фильмы. И еще что-то. И еще что-то. А человек привыкает к этому. И Марта, я как-то не знаю, что он так отвлекает. Но он, по крайней мере, понимает, что его чёт там такой тревожит. И мне кажется, что здесь есть банк, который ты не знаешь, что ты не знаешь. Я разговаривал с молодежью. Я занимаюсь с этим. О, говорит, это вполне целомудренный фильм. Я говорю, что это было очень целомудренный фильм. Там была одна пастельная сцена. Я Зуагалову схватил. С целомудренный фильм. Возможно, мы не говорим о том, что мы будем делать это. Понимаете? Оно вползает. На камаз-камаз нерухушума. Человек привыкает. Марта, я говорю, «антеланар». Там есть много разных других методов. Есть так называемый «тримор». Это когда, например, футбол показывают. Погнал «тримор» в самом деле. Он ударил в сторону, он ушел в сторону. Он ушел в сторону. Он ушел в сторону. А потом они снова показывают его. К любыми движениями. Да. Он идет там, которые выживали. Так же можно сделать человеку. Вот сюда. И вы не знаете, что это делается. Вы не знаете, что это делается. Это так, что происходит на психику, что люди снимающих это просто ташнит, рвёт в самом прямом смысле. И вот этот мартик, что ты не знал, что ты не знал, что ты не знал, что ты не знал. Мы снимаем эти кадры очень осторожны. И вот, кто это смотрит? Я не знал, но я не знал. Вот эти переливания, когда ты начинаешь дрожать, и на месте, скажем, армянского президента появляется азербайджанский. Ну я просто так выдумал. Вы говорите, что мы имеем в виду Пашинян, мы говорим, что мы не знали. Или на месте Трампа появляется Гиджер? Если Трампа появляется, то же самое. Вы понимаете, это на психику действует страшно. Да, это очень страшно. Он разрушает человека. Он делает его зависимым от этого. Вы понимаете, плюс к этому добавляется что-то. И это нехорошие вещи. Мы спокойно это можем смотреть. Здесь даже необязательно показывают что-то скверное. Здесь можно хронику показывать. Ну, например, войну на Украине. Ну, мы говорим, Кават Суистан, патерязм в Украине. Или войну в Карабахе. Мы говорим, Карабахи патерязм. Но эти кадры, они разрушают. Но если ты не знаешь, то ты говоришь, как раз вы говорите, что вы говорите. Вы говорите, что вы говорите. Здесь есть такие методы. Таким образом, методы есть. Они взяли. Это были Канцы дела. Да, Американцы. Они показали небольшой клип. Про Трампа, по-моему. И им рассказали, какой он ужасный. Через месяц никто не помнил, что им там говорили. Но в большей части людей было плохое отношение к Трампу. Это наши новости. Я очень не говорю о том, какая там грязь есть. Я даже не скажу, выкини это все. Мы должны понимать, что впустую этим заниматься не надо. Как она разрушает человека? Как она разрушает. Она уничтожает у него с внутренней способностью концентрироваться. Мы говорим о том, что вы говорите. Американские исследователи выдали информацию. Американские исследователи. Американские информации. Что 25% детей, которые идут в школу. 25% детей, которые идут в школу. Они не способны учиться. Потому что они этого не смотрели. Это разрушает концентрацию. Он разрушает способность читать. Это вы должны знать. Это вы должны понимать. Вы, как современный человек, все меньше, может читать. И это время, когда мы говорим о том, что мы говорим о том, что нет концентрации. Он не может читать. Он не может слушать. Он не может долго слушать. А если смотреть какие-то картинки, он может. Он даже не понимает, что такая система обучения не работает. И я не думаю, что нет. У меня есть набор книжек. Я имею в виду известного немецкого нейролога. Я имею в виду известного немецкого нейролога. Что это название книжек? Я... Я хочу сказать... А ты придумал... ДИГИТАЛЬНИЯ ДИВЕНЦИЯ... Туламытучин, а? Иль-нругие подобные названия. Ев-наман-Вернагрер. Киберболезни, болезни этих экранов. Ривандучин, кахвадзучин экраны. Это человек, который является ученым в Германии. Гиднаган Марта, инкнагрер. Понимаете, мы должны быть аккуратны. Мы не говорим, что вы никогда не можете этим пользоваться. Это неправда. Я не знаю, как у вас. Но у нас в институтах уже домашние задания дают через экран. И он должен какие-то работы на экран вытаскивать. У вас не правда. Ты не мог это сделать. Но это дело. Я не знаю, как вы делаете экраны. Вы думаете, что вы будете пробовать. Мы очень не kullеные. Когда мы думаем в мэк Anyway, мы привыкли, что мы не умеем. У нас есть аппараты в ремонт, которые могут быть быть не прав. Я не знаю, как мы занимаемся. Но я не могу, что-то плохое делать. И даже не надо что-то плохое делать. Я очень давно это пережил. Я ехал по дороге домой, в целую колонну. В военных машинах. И они немножко газу дал и обогнал их. Я сделал одну ошибку. Я смотрел назад. Я вижу, что это не далеко от меня. Но когда я смотрел вперед, передо мной машина идет. Я торможу, она идет все ближе ко мне. Я не могу от нее уйти. Я начал молиться и ушел в настоящий дом. Я обогнал ее и пошел дальше. Я увидел, что водитель этой машины решил к меня подальше держаться. Я благодарил Богу, что я сбежал аварии. Я ничего плохого не делал. Я просто что-то не учел. Я не могу. Моя реакция была слишком медленная. Я очень сильно рада. Мы стоим в машину и мы ложимся. Мы смотрим в машину и мы ложимся. Я думаю, вы меня поняли. Мы садимся за экран, и мы молимся. Если на экране появляется какая-то маленькая такая дрожащая точка, мы вам покажем что-то интересное и запрещенное в жизни вашего президента. Никогда этого не нажимаете. Но если вы это нажали, она появится второй раз завтра. И тебе не нажать, это будет 10 раз тяжелее. А если ты нажми на нее второй, третий раз, ты уже почти зависимая. Я понимаю, что есть какие-то вещи, которые мы не можем. Он должен звонить на телефон. Да, потому что у них нет проблем. Вы должны знать. Не могу написать что-то, и я могу прослушать что-то произошло. Это очень серьезная проблема. И еще одна вещь, это музыка. Я понимаю, что можно человеку показать книжку, и сказать эту книжку не читая, она грязная. Это очень сложнее сделать с музыкой. Это просто твой вкус. Это не просто мой вкус. Вы можете себе представить. Я понимаю, что вы там не бываете. Что я буду сейчас говорить. Вы там не бываете. Может, что-то бывало нового вера. Ты пошел на дискотеку. Ты не говоришь, что вы говорите. Вы там играете военные марши. Вы там играете военные марши. Вы говорите, что они все же разберутся, что ты пришел к концу. Да, я говорила, что он не пытался. Я думаю, что он не пытался. Вы можете представить, что армия идет в бой под танцевальный музыку? Например, что у нас есть. Или, что это произносит. Недавно они на них играют. Вы уже спешили, что он нуждает. В этом уголоке они всегда забыли, что они это не красиво. Она имеет свое влияние. Она имеет свое влияние. Она имеет свое влияние. Она имеет свое духовное влияние. Она имеет свое влияние. И Библия показывает нам какие-то вещи. Слудите, Simone у нас нас есть. Когда Моисей с Иисусом на видом стали спускаться с горы, а в это время там Израил сделала этого золотого телца, то Иисус на виду говорит Моисейу, там, там битва идет, а не танцуют. Так что же это была станцевальная музыка, если он ее принял за битву? Это музыка сатанинская. Понимаете, вся вот эта музыка, которая близкая к року, она вся построена на оккультизме. Полочки дома, полки у Битлзов, у Элвилса Пресли были заполнены африканскими идолами. Элвис Пресли. Элвис Пресли. Да, это известное для того, что, молодежь знает эти виза. Это мне было очень интересно. Элвис Пресли, который Моиси был важен эффемлем, Африки, куркарьв. Мне было бы очень интересно, если вы эти имена не знаете. Хорошо, но слушай больше, чем ты думаешь. Я на самом деле немножко говорил с кем-то, и я знаю, что является болезнью. Я говорю, что это сильно ритмизированная музыка. У меня есть определенные действия. Мне кажется, что вы не умеете. Ритм может определенный порядок у нас. Ритм должен быть моим порядком. Мне смотрят уже идти на ритме, и в ритме улаженников, и в tanks, и в ритме необходимо упоминать. Вы не думаете, что вы не умеете. Как вы не умеете жить, когда вы не умеете жить, когда вы умеете жить. Так, как вы всё меняете, и в техниках идете, то есть в том efecto, что происходит. Но ритма еще одна особенность. Ритм повторяется часто, он выключает наш разум. Он выключает наш разум. Он выключает наш разум. И выводит нас в состояние похожее на транс. Да, экстаза, да. Человек уже не думает, а он начинает воспринимать что-то в несознании. Это сильно влияет на его чувства. Ему кажется, что это благословение. А там совершенно влияет на его чувства. Это очень сильно влияет на людей. Я понимаю, что... То, что я говорю, я говорю в основном то, что слушается в машинах. Этого нет в церкви. Я говорю, что я не знаю. Я говорю, что я не знаю. Я не знаю. Но я не знаю. Это не музыка, которая воспевает величие Христа. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я говорю. Я говорю. Вот те псалмы, которые вы понимаете, эти старые, в них есть это. Они не просто говорят, что Бог велик. Они показывают его величие. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я люблю слушать термянскую музыку, где женские голоса поставлены по старинному. Я не знаю. Я знаю, что получают термянскую музыку. Мы не знаем, что все хорошо. Не знаю. Нет этого сопранного визга. И, когда очень высокое визжи. Да. Был очень высокий. У нас получает термянские голоса и амин faith is with a bass. Есть какая-то внутренняя глубокая состояние. Но мы либо не верим. Понимаете? Это музыка влияет. Я думаю, вы знаете про Титаник, да? Но я про Титаник слышал тогда, когда этих фильмов не было. Я слышал от моей бабушки, которая в то время, когда он утонул, которая была девушка. И она мне рассказала, что я больше верю, чем всем этим фильмам. Понимаете, это Капитан сказал, мы доедем до Америки, даже Бог не может потопить этот корабль. И вот она сказала, мы думаем Америка, что он не может потопить этот корабль. Он в первом своем рейсе утонул. Они будут сейчас разбираться в причинах. Но это была веселая команда. Они хотели наслаждаться жизнью. Они хотели наслаждаться жизнью. И вдруг треск, они понимают, что они среди океана идут на дно. И в Ангарске Харватии, и в Булулура Хортаку. А что делают, когда люди веселятся? Ну там оркестр, он и какие-то танцевальные музыки, как мелоды играет. И в Батканцах, это Харватии Жаманак, и в Булулура Хортаку. Но в какой-то момент они поняли, что они пойдут на дно. Но, когда я иду, я иду, я иду, и я иду, что это должно быть патчо. И этот дирижер был следующим. Он начал паника. Он пришел к Аркесту. Он сказал, Ну а теперь мы играем ближе Господь к тебе. Это была очень четкая песня. Да, ты будешь играть. Они понимали, что они скоро встанут пред Богом. И так они встанут. Никакие вальсы, никакие танго не работали. А вот эта музыка, она что-то делает. Понимаете? Какая музыка звучит у тебя? В вопросах музыки надо понимать одну вещь очень важную. Музыка это не средство наслаждения. Музыка это реальная возможность И если вы посмотрите тексты, чего евреи пели в пустыне, то есть, что они пели, когда перешли Красная моря. То есть они пели так, то есть, что они говорят, что Моисей это спел, и он споет ее, когда будет воскресать мертвые. Он споет ее, когда будет воскресать мертвые. Вот так там сделано это. То есть, что мы думаем, мы сможем спеть, когда придет Христос. То есть, что мы слушаем, он учит нас думать. То есть, что мы слушаем, он учит нас думать. Могу сейчас молиться. Я прошу вас прощения, если я вас замучил. Я взял конкретный рассказ о самых больших искушениях последнего времени. Они начинают с того, что тебе предлагают пойти в пивнушку. Или завести себе приятеля, с которым, с которой ты будешь грешить. Они разрушают в пивнушку. Они перестали в этом получать благословение. Они хотят что-то перчить. Они вносят это, как служение. Да, в том, что плоская музыка никогда не сделает человек этим довольным. Боясь, в МАРНОВОР-ЕРАСЬТУН, если вы не будете грешить, вы не будете грешить. Но вы двигаться к рогу. И в итоге будет разрушать сердце. И в итоге будет разрушать сердце. Давайте мы сейчас молимся. Я понимаю, что, может быть, вам тяжело это слушать. Я понимаю, что в молодости есть какие-то вещи. Но вы постарайтесь это услышать сердце. Мы молимся. Ага. 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 Ага.